Всем привет! Меня зовут Оксана, я живу в Испании и решила вот такое видео для вас снять. Буду надеяться, что вам понравится. Жду от вас комментарии, лайки и подписку. Приятного просмотра! Смотрю сериал Королева красоты и в фейсбуке ковырялась. И знаете, что я нашла? Такую статью. Она очень интересная, в ней как бы собрана не вся информация, чтобы лучше узнать Испанию. Я как-то хотела снять такое видео, знаете, потому что там затронуты как бы все сразу, коротко и понятно. Вот как-то так. И вот сейчас хочу разобрать с вами эту статью. Вот, например, она, ее, наверное, многие видели, типа вот такого вот, что Испания, это когда там та-та-та-та-та-та-та-та-та. И вот начнем, наверное, и я с некоторыми не согласна, с некоторыми согласна. И вот таким образом люди могут узнать как бы Испанию получше. И давайте вот сейчас быстренько пробежимся по этому. Например, начинается Испания, это когда водитель автобуса говорит тебе привет. Здесь все кругом здороваются. Заходишь в лифт, привет, ола. Заходишь в автобус, ола. Заходишь в магазин. В общем, здороваться здесь, да. Идешь с Чарли где-нибудь по полям, тебе встретился совершенно незнакомый человек, он обязательно с тобой поздоровается. Это правда. Здороваются здесь всегда и все. Знаком, незнаком, раньше еще если знаком, то обязательно поцелуйчики в две щеки. Я особо не любитель целоваться с малознакомыми людьми, но пыталась даже протестовать, как говорится. Но приходилось, это как бы знак вежливости. Вот так вот сейчас, слава Богу, хоть одно, как говорится, может быть оно забудется такое правило. Целоваться со всеми подряд. Но здороваться здесь, да, здороваться все вокруг, кругом, куда бы ты ни зашел, всегда первое, что ты услышишь, это ола. Второе. Испания, это когда у тебя попал взгляд на человека в магазине и он спросил, как у тебя дела. Согласна. Не всегда, конечно, не все люди прям вот, да, но если ты, например, знаете, даже бывает такое, что просто куда-то смотришь там, да, и случайно задержа взгляд на каком-то человеке, там, в магазине, не в магазине, не важно, то этот человек не скажет тебе, типа, что на меня зыришь, да, а просто скажет, он так же скажет, ола, китай, типа, привет, как дела? Это не значит, что он хочет там у тебя узнать, как у тебя дела, как ты поживаешь. Это просто, знаете, как бы не знает просто человек, как отреагировать на это, и первое, что приходит в голову, это привет, как дела? И все, можешь отвечать, все нормально, и все, и разошлись, как в море корабли. С этим, да, согласна. Нет, Чарли, целоваться мы сейчас не будем. Нет, Чарли, нет, Чарли, я другим занимаюсь. Чарли, не хочу целоваться. Не, не, давай потом поцелуемся, да, мы потом с тобой будем целоваться, ладно? Мы с тобой потом поцелуемся, ладно? Так, дальше. Испания, это когда машины полиции, пожарные или скорой помощи едут с горящими мигалками, то все машины, включая встречные движения, прижимаются к правой обочине и останавливаются, пропуская их. Это действительно так. Где бы ты ни ехал, шоссе, трасса, какая бы дорога ни была, если я увидела скорую помощь, полицию и с мигалками, то все прижимаются к обочине. Я вообще ни разу не видела, когда машина какая-то не прижималась, не пропускала эти скорую помощь или полицию. Вообще, и такого у меня не было. Просто, знаете, уже как-то рефлексно это все вырабатывается. Ты видишь скорую помощь с мигалками, и ты сразу прижимаешься к обочине, включаешь поворотник, в общем, прижимаешься, пропуская. Не знаю. Это, знаете, как садишься когда в машину и надеваешь этот ремень безопасности. У меня уже это выработано до того, что даже не понимаю, как я это делала, оно само все делается. Испания, это когда ты смотришь в магазине на какую-то вещь и, пройдя мимо, тебя извиняются. Тоже согласна с этим. Например, если я кому-то... Кто-то передо мной... Это тоже не касается не просто в магазине, это везде касается. Если там тебя чуть-чуть задели, или кто-то там впереди тебя идет, ты ему всегда говоришь, пердон, извините. И потом уже там можно пройти или еще что-то. Но первое это извините. То есть никого не толкай, а если уж толкнул, кто-то там кого-то нечаянно, то там все, чуть ли не в ноги кланяются, простите, извините, там чуть ли я не хотел, я ничего вам не сломал. В общем, да, с улыбкой на лице. Вот, поэтому здесь, да, когда кто-то кому-то мешает, извиняются. Испания, это когда тебе заправщик желает хорошего дня. Тоже с этим согласна. Потому что я вот езжу на одну и ту же заправку, например, да, вот, и там не просто там желают тебе хорошего дня, а там тебе и поговоришь с ним, и пока вот наливай собак, и, в общем, обсудишь дела, и все это с улыбкой, и, да, это так. И потом тебе, типа, всего доброго, пока вот так вот говорят. Испания, это когда круглый год свежие фрукты по низким ценам. Ну, свежие фрукты, да, круглый год. Насчет низких цен, не знаю, всему свое время. Если, например, ты хочешь купить черешню зимой, ты ее не купишь, потому что ее просто нет. Но можно купить ее, наверное, по-моему, в прошлом году, в марте появилась, по бешеной цене, то можно купить фрукты, но не по смешным ценам. Нет, с этим я не совсем согласна, потому что цены тоже есть кусача. Например, яблоки можно за 4 евро купить. Конечно, можно и за евро купить какие-нибудь, знаете, там все такие. Но мне вообще кажется, что сейчас фрукты купить можно в любой стране. Круглый год. Если что-то не так, пишите в комментариях, потому что, мне кажется, насчет фруктов они сейчас везде есть. Испания, это когда пиво 0,33, это норма. Да. Знаете почему? Потому что, если ты возьмешь здесь, вот, например, это опять не вся Испания. Я говорю за Андалусию, за южную часть. У нас, например, мы ходим раньше, ну, ходим по барам, не просто попить пиво, а покушать тоже. Потому что здесь каждому пиву подается тапа. Тапа это маленькая закусочка. Вот. И, то есть, если ты возьмешь большую кружку пива, то тебе и тапу дадут маленькую. То есть, ты как бы напиться напился, а наесться не наелся. А здесь ходят из бара в бар. То есть, лучше взять маленькое пиво, покушать пару тап, два пива, две тапы, и пойти в другой бар. И так ты и наелся, и напился. То есть, здесь пиво пьют не для того, чтобы там напиться и быть пьяным, а для того, чтобы поболтать, поесть. В общем, все такое. Испания, это когда маньяна, маньяна это завтра переводится, универсальный ответ на миллион вопросов. Это да. Здесь все, как говорится, если не знают, когда тебе что-то сделают, то говорят, маньяна, завтра. А вот у меня даже муж, если я ему что-то говорю, он говорит, когда сделаешь, он маньяна, я говорю, понятно. У нас еще, знаете, он еще говорит по-русски, маньяна в 4.30. То есть, это не значит, что завтра в 4.30. Это может быть и послезавтра, и через неделю, и через две. Маньяна это, можно сказать, никогда. Хотя переводится как завтра. Испания, это когда две столицы, Мадрид и Барселона. Могу с этим согласиться, да. И Мадрид, и Мадрид и Барселона, это все то же самое, как и Москва, и Санкт-Петербург. Все. Испания, это когда на инвалидных парковках, боишься поставить свою машину, чтобы не помешать инвалидам. Не ставят на парковках для инвалидов, потому что там штраф 300 евро, и сколько-то пунктов убирают. И полиция буквально выслеживает таких нарушителей, потому что штраф 300 евро. Все. Не потому что там инвалидов жалко, или еще что-то. Просто там огромный штраф, и полиция очень часто проверяет инвалидные места. Поэтому нет, не из-за инвалидов. Испания, это когда ты можешь себе купить настоящие Армани, Гуччи, Уго, Уго-Бос, и не бояться, что это подделка. Насколько я вот здесь могу сравнить Россию, допустим, и Испанию, не особо-то здесь и носят Армани, Гуччи, там Уго-Бос. Здесь вообще по барабану все эти марки. Здесь не особо, как бы, знаете, вы относитесь к этим маркам с таким вот, ох, ох, то есть, что они там подделки, не подделки. Ну, знаете, почему нет подделок? Потому что не пользуются таким огромным спросом, как в других странах. Все. Просто нет такой необходимости подделывать, потому что нет огромного спроса на это. И все. Вот так вот. Кто хочет себе купить эти марки, то есть, у кого деньги лишние, да даже богат, не пользуются здесь огромным спросом. Не Луи Вилтон, не какие-то там другие магазины. Я вообще не знаю, где эти марки даже находятся, такие магазины. Не в Гранаде я их нигде не видела, в Малаге нигде не видела. Они просто не пользуются здесь огромным таким спросом. Потому что всем по барабану, как одеваться. Так, дальше. Испания, это когда ты слышишь добрые пожелания людям и благодарности намного чаще, чем оскорбления и мат. Если говорить между незнакомыми людьми, то да, здесь никто тебя просто так не пошлет нафиг, ну, или еще куда подальше. В общем, да. А ругаться здесь так же ругаются. Ну, если дома только. Ну, да, более... Не знаю, как это объяснить. Наверное, да. Испания, это когда круглый год есть рядом море. В смысле? От Мадрида до моря 600 с лишним километров. Не так уж и рядом. Поэтому нет. Не везде есть море. Даже от Гранады для нас, а до нас это час езды. Поэтому море-то есть на побережье. Все, а в центре Испании его нет. А это 700-800 километров. То есть нет. Испания, это когда но пасанада. То есть ничего страшного. Это да. Все здесь спокойно. Это как маньяна, да. Пойдешь к врачу, но пасанада. Ничего страшного. Там что-то сломалось, ничего страшного. В общем, да. Здесь более все спокойно. И все как бы, знаете, уравновешено, стабильно. Но пасанада. Испания, это когда в супермаркете, ты даже не пытаешься искать шампанского, а просто привычно покупаешь кава. Кава – это игристое вино. Вот. Не шампанское, а игристое вино. Да знаете, особо здесь шампанское и не пьют. Не шампанское, не вот эта кава. В Испании его не пьют. Здесь пьют либо обычное вино, либо пиво. А чтобы вот так шампанское, типа там, или кава пить, не особо любители. Только если какие-то праздники, Новый год. А так, чтобы просто вот взять, испанцы лучше возьмут пиво, или вино, разбавят его газировкой, и будет вкусно. Так. Испания – это когда зимой можно носить летнюю обувь. Можно. Носят. Туристы. А испанцы не носят. Если холодно, они не носят летнюю обувь. А вот туристы, да, еще они могут носить сланцы с носками. Испания – это когда в магазин, на учебу, на работу, на прием к врачу, люди могут пойти в помятой одежде, и никто не будет смотреть презрением. Это да. Здесь вообще всем по барабану, я уже вам говорила, кто в чем одет. В пижаме? Ну, а почему бы и нет? Там брюки мятые, и ничего страшного. Всем вообще на пофиг, как ты одет, в чем ты одет. Главное, как бы, ну, если не грязно, не воняет от тебя, вообще всем, как бы, по барабану. В чем? Здесь одеваются больше для себя, чем для окружающих. Поэтому. Смотрим выше. Гуччи, Прада, все эти вещи, как бы, поэтому не пользуются успехом. Испания – это когда даже после сильного ливня, нет на улице грязи. Нет, конечно, потому что здесь нет чернозема. Здесь, как бы, песок, камушки, и просто нет грязи. Ее здесь нету. Поэтому и не грязно. Поэтому никто и не разувается дома. Чарли, хватит лизаться. Ненавижу, когда он чувакует, чувакунь. Дальше. Испания – это когда даже в кризис ты живешь, как нормальный человек. Поживем – увидим. Испания – это когда летом ты ходишь по той стороне улицы, где тени. Это точно, потому что где солнце, там 50-60 градусов, и просто жесть. Вообще днем здесь все спят. Ну, не то, что спят. Почему есть сиеста? Потому что днем, летом невозможно нигде находиться. Поэтому и сиеста. Поэтому магазины до 6 закрыты. Потому что днем, в такую жару, куда переться? Все открываются в 6 до 9. Вот. Так. Испания – это когда даже чипсы со вкусом хамона. Ну, типа везде хамон, да? Ну, вот это не особо понимаю, да? А у нас с хреном и с холодцом. Тоже вкусные чипсы. Так. Испания – это когда в воскресенье закрыты все магазины. Это точно. Я к этому очень долго привыкала. Я к этому очень долго привыкала. И мне вообще прям жесть была, что? Как это так? Ну, ничего. Все, ко всему привыкаем. И да. Магазины в воскресенье здесь все закрыты. А также, если какие-то праздники, то тоже все магазины закрыты. Испания – это когда Новый год ты встречаешь в красных трусах и полголощая 12 виноградинок. Это точно. Почему? Потому что красные трусы тебе, типа, удачу приносят. А 12 виноградинок нужно есть с боем курантов. Одна виноградинка – бум, два виноградинка – бум. И так 12 штук. И тогда твое желание исполнится. Только надо успеть. Поэтому виноградинку надо покупать маленькую. Киш-миш. Испания – это когда зимой ты дома мерзнешь сильнее, чем на улице. Да, да и да. Потому что дома 16, на улице 20. Такая вот у нас зима. И открываем окна для того, чтобы погреться. Испания – это когда в горах выпадает столько снега, что все говорят Сибирь. То есть Сибирь. Наверное, да. Особенно, когда если чуть похолодает в горах, еще и снега навалом. Все. Как в Сибири. Испания – это когда шведский стол у тебя ассоциируется с китайским рестораном. Обычно в китайских ресторанах есть китайские столы. То есть там платишь определенную цену и ешь все, что хочешь. То есть, да, это даже не шведский стол, а китайский стол. Испания – это когда на улице ты говоришь другу. Ола, Тио. То есть, привет. Типа, привет, чувак. А в ответ слышишь. Кепаса, тронку. Как, типа, как сказать, кепаса. Что случилось? Если даст словно, что случилось ствол. Ой, то есть, знаете, это как приветствие, такие не обязывающие вас ни к чему. Ну, Чарли, ну успокойся ты, а. Ну, дай с людьми поговорить. Я вот так его держу, держу, а он все никак. Так, вот. Испания – это когда 80-летняя бабушка ездит на машине. И 90-летняя. А почему бы и нет? Здесь нет определенного возраста, когда ты можешь на машине ездить или нет. Ты просто проходишь медицинское обследование. Если медики тебе сказали, что ты в 95 лет прекрасно чувствуешь себя, прекрасно видишь, и твоя голова соображает, то тебе дают еще права, не знаю, на 2, на 3 года, не знаю точно, на сколько. Поэтому вперед из песней. Так. Испания – это когда рядом с тобой живут лучшие футболисты планеты. Ну, рядом со мной нет ни одного футболиста. Испания – это когда понятие национального флага вызывает чувство гордости у всех, даже у туристов. При мне ни разу флаг не поднимали. Не знаю, как это так. Поэтому не могу ничего сказать. Вот так вот. Как вам такое видео? Я жду ваших комментариев. И, надеюсь, хоть немного вы теперь знаете Испанию. Мне очень давно хотелось снять это видео. Мне оно казалось очень интересным и очень таким вместительным. И все хорошо и понятно. Так что жду ваших комментариев. До свидания. До свидания.